В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! В гостях у нас сегодня вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. Александр Юрьевич, здравствуйте! В Рязани недавно прошла всероссийская благотворительная акция «Мир без слез». Расскажите, пожалуйста, что это за акция? Если рассказывать о самой акции, то могло сказать, что ее начало было положено в 2003 году. Из 2003 года по 2007 год банк ВТБ оказывал благотворительную поддержку детским больницам в Москве и Московской области. В 2007 году было принято решение расширить эту акцию и сделать так, чтобы она покрывала не только Москву и Московскую область, но и всю Россию. До 2014 года мы посещали ежегодно 15 городов и оказывали благотворительную помощь находящимся там больницам и медицинским учреждениям. А в 2014 году руководству банка было принято решение о том, что эту акцию нужно расширить. И с 2014 года, по этот настоящий год, и я думаю, в дальнейшем мы уже будем посещать 20 городов. Ну и, соответственно, пропорционально был увеличен и бюджет самой акции. В настоящее время бюджет акции составляет порядка 40 миллионов рублей. И за все время существования этой акции банк уже направил на благотворительную помощь именно детским медицинским учреждениям порядка 350 миллионов рублей. Если вот говорить о самой акции, то надо сказать, что банк не навязывает больнице приобретение какого-то определенного вида оборудования или препаратов. Здесь больница сама определяет, что им нужно в первую очередь. И уже, говорится, в соответствии с запросами больницы, банк приобретает это оборудование. Ну, неотъемлемой такой частью этой акции является праздник, который мы устраиваем в больнице для маленьких пациентов. Вместе с нами обычно приезжает передача «Спокойной ночи малыши». Это вот те бабульки, которые уже более 50 лет озвучивают. Хрюш, Степаш, Каркуш, Филь. И нам кажется, что вот это непосредственное общение и детские улыбки, которые мы видим на празднике, это, наверное, самое лучшее лекарство для маленьких пациентов. Ну, в конце праздника мы обычно от банка, говорится, подарим детишкам такой, говорится, наш маленький чемоданчик, в котором фломастеры, карандаши, краски, чтобы, говорится, они в то время, в которое находится в больнице или в лечебном учреждении могли чем-то заняться. 20 городов в год вы посещаете. Кому в этом году уже была оказана помощь? Буквально две недели назад мы были в Бурятии, в городе Лан-Удэ, и подарили детской республиканской больнице лазерный хирургический нож, который минимизирует потерю крови во время операции. И благодаря этому медицинскому оборудованию можно делать даже операции к новорождению. Александр Юрьевич, а что подарили Рязанской детской клинической больнице? По Рязанской детской клинической больнице мы подарили оборудование для кабинета офтальмологов. Это, говорится, можно сказать, что это не самые, говорится, насущные, но это оборудование значительно улучшает качество жизни пациентов. Поэтому это было решение самой больницы. Мы с ними не спорили и подарили именно это оборудование, то, что они хотели. Получается, вы помогаете не отдельно какому-то ребенку или количеству детей, а детским больницам? Вот здесь такой тонкий момент. Понимаете, такой очень тонкий этический момент, выбрать, оказать помощь определенному ребенку и обойти вниманием другого, это очень тонко. Поэтому в банке было принято решение, что мы оказываем именно помощь медицинскому учреждению. И это дает возможность через это оборудование пропустить как можно большее количество пациентов. Мы вот в некоторых уже больницах были не один раз и вот видели, что оборудование, которое мы дарили предыдущие наши визиты, оно функционирует и оказывает хорошую помощь больнице в выполнении ее функции. В ближайшее время какие еще акции планируете? Значит, буквально через две недели мы едем в Калугу, потом в Иваново, потом будет Ростов-на-Дону, первый раз поедем в Чечню, Грозный, будет Благовещенск, будет Хабаровск. А по какому принципу происходит отбор городов? Заявки можно подавать? Да, в адрес банка в больнице пишут заявки. У нас в банке работает комитет по выгодоварительности, где рассматриваются эти заявки. Но я не хочу скрывать, что ясное дело, что мы отдаем предпочтение тем городам, где есть присутствие нашего банка. Потому что наши сотрудники, которые работают на местах, они могут подъехать в определенные медицинские учреждения, переговорить с персоналом, переговорить с руководством, выяснить, что нужно. И уже, скажем так, в деловом плане подготовить почву для нашего приезда. Помимо оборудования, вы сказали, что еще приезжают в качестве подарка известные персонажи, известные люди из программы «Спокойной ночи, малыши». Как обычно дети реагируют на такой подарок? Ну, понимаете, до этого они обычно видят их с экрана телевизора. А когда они общаются непосредственно, уже смогут с ними подойти, сфотографироваться, пообщаться, потрогать их руками. Те куклы, которые они видят по телевизору. Ну, и обычно те мамы, которые сопровождают маленьких пациентов, подходят к нам и благодарят за такой подарок. Обычно перед самим праздником мы фотографируем детей с персонажами и уже к окончанию праздника раздаем фотографии. У нас это все делает очень непротивно. Банк еще оказывает возгласительную помощь не только в детском медицинском учреждении. Мы работаем... Подобная акция может быть, да? Не подобная. Мы говорим, что работаем с большим количеством музеев, театров, с большим театром, с Мариинским театром, с театром Петра Фоменко. Вот буквально на прошлой неделе при финансовой поддержке, спонсорской поддержке банка, открылась выставка Ивана Верещагина в Третьяковской галерее. Там было собрано порядка 500 работ этого великого русского художника. И вот мы приглашаем всех, говорится, рязанцев посетить эту выставку, поскольку впервые за все время выставок Ивана Верещагина собрано такое большое количество работ в одном месте. Вот по вашему мнению, насколько важны для современного общества подобные большие крупные благотворительные акции и проекты? Ну, мы, банк, я бы сказал, социально ориентированный, и поэтому для государства не может обеспечить все, говорится, и культурные направления, и медицину, и спорт. И если вот банк имеет возможность зарабатывать деньги, то я считаю, что вот эти спонсорские и благотворительные акции, это, так сказать, должны быть их, ну, очень важной сферой деятельности по отношению к обществу и по отношению вообще к населению России. Мы, значит, оказываем большую спонсорскую поддержку в сфере спорта. Все, наверное, знаете о том, что вот и по телевизору очень часто показывают баскетбольные матчи Гинной лиги ВТБ, которые, говорится, спонсируем уже не один год. Начиная с прошлого года, банк стал титульным спонсором автогонок «Формулы-1». Это показывает огромное количество желающих посмотреть, и то, что продвижение нашего бренда, нашего банка, это для нас очень, в принципе, важно. Также у нас очень большая история сотрудничества с обществом «Динамо» спортивным. Мы, говорится, оказываем помощь и футбольному «Динамо», и хоккейному «Динамо». Поэтому, говорится, наш благотит вы всегда, говорится, можете увидеть у них на форуме. Дети, спорт, культура, а в науку не хотите? Вот выходить в планах нет? В науку у нас есть, но еще бы я отметил то, что мы оказываем большую помощь ветеранам. Ветеранам, инвалидам, ветеранам войны, труда, и, говорится, мы считаем, что мы в долгу перед этими людьми, и если банк имеет возможность финансово помочь, то, говорится, мы это делаем с большим удовольствием. Ветеранам милиции, и Великой Отечественной войны, и ветеранам госбезопасности. То есть те люди, которые положили свои лица жизни на то, чтобы наша страна была великой, могучей и независимой. Вот если возвращаясь к акции «Мир без слез», почему такое название? Ну, потому что, наверное, «Мир без слез» – это, наверное, мир с улыбкой. И те улыбки, и радостные глаза детей, и их лица, которые мы видим во время уже самого праздника, я считаю, что это, наверное, для них самое лучшее лекарство. Потому что если нет слез, значит, это уже хорошо. После таких больших, крупных подарков в больнице вы дали как-то отслеживать их судьбу, историю, как ими пользуются? Насколько они оказались полезными? Ну, очень часто уже к нашему приезду бывает, некоторые оборудования функционируют. И вот, в частности, я когда был с нашей акцией в Петербавловске-Камчатском, мы подарили оборудование, которое дает возможность делать анализ крови практически непосредственно в присутствии пациента. И это очень эффективно, потому что врач это уже и видит первичные анализы, и ребенку не нужно с мамой делать вторичный визит, повторный визит в больницу. А вот мы уже несколько раз были в Курске, то на одном из аппаратов искусственного дыхания, говорится, переносные. Они, вот почему, говорится, тоже для больницы очень важны, что ребенка не нужно куда-то везти, а этот аппарат, говорится, аппарат искусственной вентиляции легких, говорится, можно непосредственно перенести в палату. То есть, говорится, не нужно никого перемещать. И вот на некоторых они даже сделали таблички, что это подарок от Банка ВТБ. Спасибо вам большое за беседу и за вашу деятельность. Теперь зрители напомню, что в гостях у нас сегодня был Александр Ерофеев, вице-президент Банка ВТБ. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин